Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, телезрители телеканала МТМ! Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. В июле этого года запорожские священники и миряне совершили паломническую поездку на Соловки, чтобы побывать на месте захоронения последнего кашового атамана Запорожской сечи Петра Колнышевского. На пресс-конференции, которую Владыка Лука дал по возвращении с поездки, журналисты узнали о намерении Православной Церкви перевести в Запорожье мощи Петра Колнышевского и канонизировать его. И сегодня мы собрались здесь, чтобы подробнее поговорить об этом. Сегодня у нас в гостях Владыка Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский. Владыка, расскажите, пожалуйста, о процессе канонизации, о смысле и значении этого события для Церкви, а также о его значимости для истории нашего города. Причисление к лику святых последнего кашового атамана Запорожской сечи Петра Ивановича Колнышевского имеет огромное значение. Почему? Потому что это человек, который посвятил Запорожской сечи. Человек, которого почитают и уважают уже столько лет, фактически столько веков. И для нас имеет огромное значение, особенно в современных условиях. 13 ноября состоится перечисление к лику святых. Это чисто церковное уже мероприятие, которое совершается во время богослужения, во время литургии, которая начнется в 9 часов утра, и литургию возглавит блаженнейший митрополит Ануфрий. Часто возникает вопрос, а почему мы причисляем того или иного человека к святым? Что позволяет нам назвать его святость? И в первую очередь это его жизнь, то есть то, как человек жил и как он свою жизнь посвятил Богу. Если посмотреть на жизнь Петра Ивановича Колнышевского, историки, конечно же, могут нам рассказать о его ратных подвигах, о его административном дипломатическом мастерстве, о том, как развивалось экономически во время его правления Запорожская сечь. Но верующий человек расскажет вам о его глубокой вере, фактически вере, которая ярко раскрылась в последние его годы жизни. Это его, если так выразиться, Соловецкий период, когда он сначала 25 лет пребывал в заточении в Соловецком монастыре, а затем уже доживал свою жизнь, оставшись простым послушником в этом же монастыре. Мы знаем, что Петр Иванович, предполагают, точнее, историки, он из церковного сословия. Почему? Потому что очень хорошо разбирался в богослужении, знал богослужение. И часто в своей речи использовал цитаты из Священного Писания. Мало того, Петр Иванович еще известен и как особый почитатель святых икон. Вот Самарская икона Божьей Матери, он изображен, кстати, на иконе, его иконе, изображен иконой Божьей Матери Самарская. Это не имеет никакого отношения к русскому городу Самара, а это речка Самара, которая протекает у нас на территории нынешней Днепропетровской области. Он первый, кто засвидетельствовал, что этот образ Божьей Матери является чудотворным. Будучи еще, так скажем, при власти, он старался помогать храмам и монастылям. Его знали и на Афоне, и в других монастырях. Он вел личную переписку с Паисием Величковским. Это фактически родоначальник современного монашества. То есть это говорит о его высокой духовности и, так скажем, осведомленности в вопросах веры. Но 25-летний период, за что фактически мы его прославляем? Не за его экономические, административные, дипломатические, так скажем, или военные подвиги, а именно за подвиг веры. 25 лет находился в каземате. Фактически два на два. Три раза его выводили из этого, в году выводили из каземата, где он на богослужение, где он исповедовался и причащался. Ему запрещали общаться. Я часто привожу студентам своим пример. А попробуйте день, не отвечайте на телефон. Что с вами будет? Мы уже не находим себе места. А так вот 25 лет, ни с кем не общаясь. Ничего, так скажем, не читая, потому что ему запрещали все. Лишь только молитва к Богу. Человек не потерял рассудок. Человек остался твердым в своей вере. И самое важное, он не озлобился на мир. То есть не озлобился на царскую власть, которая его лишила всего. Которая отняла у него власть, отняла у него богатство. То есть лишила... Мы его сравниваем в своих церковных песнопениях с Иовом Многострадальным. Это ветхозаветный праведник. Вот поэтому мы его называем еще и праведником. Праведный Петр Калнышевский. На содержание монаха тратили 9 рублей в год. На содержание Петра Ивановича Калнышевского тратили 1 рубль в день. И половину своей суммы он жертвовал на монастыре. После того, когда император Александр издал указ о его освобождении, он остался все равно на своем любимом месте, в своем любимом монастыре. Даже вот в этом есть проявление, насколько он его полюбил. Ни ропот, ни депрессия, а именно мой любимый монастырь, место, где я могу посвятить и отдать свою жизнь до последних своих дней уже Богу. Ведь это добрая традиция у казаков. Казаки, когда уходили из Запорожской сечи уже в возрасте, они в основном уходили в монастырь для того, чтобы, так скажем, свою жизнь посвятить Богу. Фактически вся жизнь Петра Ивановича Калнышевского нам об этом и свидетельствует. Некоторые в этом видят какие-то политические составляющие. Мне бы хотелось по этому поводу сказать, что никакой политики в этом нет. Почему? Петру Ивановичу приписывают, что он был выразителем национальной идеи. Мне бы очень хотелось против этого аргумента высказать ту мысль о том, что, во-первых, как принимали казаки, ни в коем случае не спрашивали национальность. Это даже не стояло, лишь спрашивали одно, ты православный или нет. Вот это было критерием. И действительно, как мы читаем у апостола Павла, что у Бога нет ни Элина, ни Иудея, вот эта единственная вера, глубокая вера в Иисуса Христа, православная вера, была, так скажем, пропуском на Запорожскую сечь. И из истории мы тоже знаем, что руководителями Запорожской сечи даже были не только украинцы, не только русские, но и других национальностей, представители других национальностей. Поэтому привязывать какую-то политику или какое-то, так скажем, проявление национализма к Петру Ивановичу Колнышевскому, я думаю, мы не имеем права. Точнее, я даже в этом убежден. Кроме того, мне бы очень хотелось отметить, какое значение это имеет для современного человека. Что происходит в нашем обществе? Сколько злобы, сколько ненависти. Вы, как никто, лучше меня знаете. Вы постоянно сталкиваетесь с тем или иным событием, от которого, простите меня, мурашки по коже бегут. И события именно проявления жестокости. За что? Почему? Из-за каких-то копеек или из-за каких-то пустяков люди убивают друг друга. И вот здесь вот Петр Иванович, как никогда, является для нас примером, как нужно любить своего близкого. Как нужно стараться угождать своим близким. И несмотря на все те проблемы, которые происходят в нашей жизни, не бояться ничего. Да, мы совершили в августе месяце автопробег. Мы побывали тогда еще на предполагаемом месте, предположительное, где был захоронен Петр Иванович Калнышевский. Прибывая там, мы познакомились с археологом Буровым Владимиром Андроновичем. Это кандидат исторических наук, сотрудник Института археологии Российской Академии наук. Это фактически единственный специалист по кладбищу Соловецкого монастыря. Человек, с которым, когда мы с ним общались, мы попросили его заняться изучением и нахождением могилы Петра Ивановича Калнышевского. Совершенно недавно мы получили два отчета археолога и отчет антропологов. Это вы увидели череп, точнее, вот то, что сохранилось, это вот зубы сохранились. Можно следующий слайд уже. Эти кадры представляются впервые. Мы еще нигде их не озвучивали, мы ждали уже. Это фаседка кавалериста. Когда мы общались, как врачу немножко понятно, если посмотреть. Можно ручку? Вот эта вот часть, это не повреждение как раз не только за счет, так скажем, долгого пребывания в земле, а это изменение кости, которое происходит в результате того, что человек длительное время находится на коне. То есть изменяется, вы знаете, что изменяется походка человека, который ездит на коне, изменяется и его фигура, все. И в связи с этим происходит изменение и в костном аппарате. Вот это те изменения, которые наблюдали на, вот они пишут, индивид, наблюдали на костях этого индивида, вот свидетельствуют в том, что этот человек долгое время находился в седле. Это еще не все исследования, которые были произведены для стопроцентного убеждения, но вот те исследования, которые мы сегодня вам представляем, они позволяют нам говорить, что с большой вероятностью это останки Петра Ивановича Колнышевского. Но это изменение, вот как раз здесь меньше уже, но разрежение костной ткани, вот свидетельствует о том, что единственное, что смутило антропологов, это исторически пишут, что якобы ему было более 112 лет. У антропологов какая проблема? У них расписаны вот таблицы, шкалы, окончательный срок это старше 80 лет. И вот фактически по этим шкалам, вот они пишут, что это изменения эти костные, они соответствуют возрасту старше 80 лет. И поэтому, как бы, они не могут сказать, было ему 112 лет, или все-таки, или не было. И не могут, собственно, и историки сказать. Это как написал архимандрит Александр, что в возрасте 112 лет он почил, но это все-таки не имеет документального подтверждения возраста. И некоторые историки все-таки высказывают точку зрения, что он был намного моложе. Это уже как раз возраст старше 80 лет. Можно следующий слайд. По костным останкам, вот, фактически был сделан портрет. Это же вот тоже кандидат наук Ирина Решетова, она сделала портрет. Что сделали антропологи? Ведь они приехали не с пустыми руками, на этом можно уже остановиться. Они приехали не с пустыми руками. Они нашли прижизненные портреты, которые писали с Петра Ивановича Колнышевского. И вот они сверяли, и сейчас вот мы видим как раз сопоставление прижизненного портрета именно с черепом. Фактически мы видим полное совпадение соотношения частей лицевого черепа с изображением, которое было написано при жизни Петра Ивановича Колнышевского. Но все-таки у судмедэкспертов есть еще вопросы. Есть вопросы, надо дополнительные исследования провести, над которыми в дальнейшем, я думаю, мы будем продолжать работать. Скажите, пожалуйста, вот эти мощи, они уже здесь в Запорожье? Нет, они на Соловках. А 13-го числа литургия по канонизации? Да. Но канонизация не предусматривает обязательного наличия мощей. Сам процесс, именно сам процесс или священное действие канонизации, оно не предусматривает наличие мощей. А где будет происходить богослужение, литургия? В Покровском архиерейском соборе. На Анголенко? На Анголенко, да. А парк имени Колнышевского, который недавно вот вы презентовали тоже. В связи с этим, вот я бы хотел высказать слова благодарности и городскому голове, и депутатам городского совета, так скажем, последнего созыва за то, что они услышали наше обращение. И определили место, где будет находиться парк имени Петра Ивановича Колнышевского. Это фактически уже вклад нас, запорожцев, в память об этом великом человеке. 11 лет назад вместе с героем Украины Вячеславом Богуслаевым мы летали на Соловки, где по его инициативе был установлен памятник, бронзовый бюст Колнышевскому. Если вы сейчас вот бывали этим летом, в каком состоянии этот памятник, насколько там почитается вот этот бюст и вообще сам Колнышевский? Кроме того, что Соловецкий монастырь – это непосредственно монастырь, это еще и историко-культурный комплекс, это фактически заповедник. И удивительная такая структура, что во главе и монастыря, и государственного заведения стоит наместник монастыря, то есть священнослужитель. Я думаю, это очень правильное решение, мудрое для того, чтобы как раз вот сочетать и светскую часть, и духовную часть, и при этом сохранять вот все то, что осталось, вот действительно с глубоким уважением и почтением. Сейчас, конечно же, памятник, мы его не видели. В каком плане? Мы не видели сам памятник, потому что идут реставрационные работы, и как подобает, не просто какая-то накидочка, он действительно запечатанный, закрыт, как подобает, в ящик помещен, где он хранится, на том месте, где его установили. И несмотря на то, что пока в этом помещении еще не идет реставрационные работы, но этот памятник уже достойно и правильно, в соответствии со всеми нормами защиты памятников, он сохраняется. То есть и нам обязательно подсказали, вот вы в Запорожье, у вас есть такой человек, вы знаете об этом. Мы говорим, да, благодаря ему мы здесь находимся. Владыка, скажите, пожалуйста, у нас должен был на пресс-конференции присутствовать архимандрит Леонид Шеремет, но он не смог прийти, потому что он сейчас находится на Соловках. Что он там делает, чем занимается? Ну, мы надеемся, что все-таки, по милости Божьей, пока он не может выехать на Соловки, он непосредственно находится пока на материковой части, сейчас перед пресс-конференцией я с ним общался, волнуется море, непогода, то есть там уже зима, лежит снег, идет снег, и фактически никакой возможности попасть на Соловки у нас еще нет, поэтому он там вот находится. Мы думали, что... А с какой целью он туда поехал? Надеемся, что... Да, да, продолжение исторических работ. У нас отец Леонид как раз, он закончил Свято-Тихоновский институт и является специалистом по церковной истории. Галина Знаменская, ТВ-5. Владыка, вот Петр Калнышевский, он будет причислен к лику местных святых? Местных, чтимых святых. И готовы ли иконы с его изображением? Да, иконы готовы с его изображением, конечно же. Иконы готовы, и иконы будут представлены уже в храме во время канонизации, в сам день, 13 ноября. Приезд блаженнейшего митрополита Ануфрия, это первый приезд? Первый приезд к нам в Запорожье. Это замечательно, знаменательное событие для всей епархии. И второй вопрос, по поводу вот каких-то материалов, вы вышли в епархии к этому знаменательному событию по поводу канонизации? Да, мы хотели вам представить, это, так скажем, такой вот иллюстрированный материал, который мы подготовили именно около Нышевском. Здесь включается его и служба, и исторические, то есть над этим материалом работали наши историки. Мы презентовали, благодаря Вячеславу Александровичу Богуслаеву, работу путем апостола Андрея Первозванного. И фактически вот часть материала взята из той книги, и сейчас оно переиздано уже в отдельную книгу, непосредственно посвященную Петру Ивановичу Колнашевскому. То есть это такой богатый вариант, и чтобы можно приобрести тоже простые люди, у нас сделано и в черно-белом варианте, то есть обычное. То есть мы должны понимать, что люди имеют разный достаток, но многие бы хотели иметь и службу, и молитву Петру Ивановичу, и почитать Петру Ивановичу. Поэтому мы сделали в двух вариантах. Владыка, скажите, пожалуйста, мощи, которые вот на данный момент, мы только что смотрели их, какой процент вероятности, что они принадлежат вообще Петру Колнашевскому, и кто и когда сделает окончательный вывод, его ли это мощи, и если это его мощи, то какова судьба дальнейшая их? Блаженнейший митрополит Ануфри считает, что его мощи должны находиться у нас в Украине. Это заключение антропологов и археологов, они считают, что очень высокая вероятность. То есть вот все эти понятия, они не могут сказать стопроцентно, но мы можем, с их слов я общался с каждым из них, они говорят, что это очень высокая вероятность, что это останки Петра Ивановича Колнашевского. Мало того, еще, то есть вопрос о утверждении, это должна решать комиссия Русской Православной Церкви по канонизации, и в которую входят не только археологи, антропологи, но еще и судмедэксперты, историки. То есть еще предстоит очень кропотливая работа для того, чтобы действительно сказать точно, что это останки Петра Ивановича Колнашевского, и затем достойно их перенести, так скажем, к нам в Запорожье. Я надеюсь, что они будут у нас. Я в это верю. Там на все воля Божия. Кто может присутствовать на этой литургии? Все желающие. На Божественной Литургии приглашаются все желающие. Владыка, это самое значительное событие, приезд митрополита и канонизация. А какие еще события в жизни Запорожской епархии ждут нас в ближайшее время? В этом году исполнилось в ноябре месяце 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Яворницкого. Это фактически единственный ученый, историк, который так подробно описал быт, жизнь и верование настоящих казаков. На документальных фактах, на исторических фактах. То есть фактически работы Дмитрия Ивановича Яворницкого, они нам помогают раскрыть душу казачества. И кто такой действительно казак? Хотя, я спрашиваю у студентов, у своих медиков, они не знают, кто это. Не все знают. Некоторые школьники вообще даже не могут себе представить. Да и современные казаки не каждый может рассказать о Дмитрии Ивановича Яворницком. Поэтому мы планируем еще, я еще раз говорю, планируем проведение в учебных заведениях круглых столов, посвященных Дмитрию Ивановичу Яворницкому, раскрыть роль и сущность, именно казачества, как воинствующего, если можно так, военизированного монашества и защитников православия. И также, я думаю, будет у нас добрая традиция, в этом году, на конце ноября, мы планируем православные дни в Запорожье. Это фактически творческие дни, где будут представлены и фильмы нравственного содержания, и литературные вечера, и вечера искусства, как раз посвященные 80-летию со дня рождения блаженнейшего митрополита Владимира. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Этот человек был глыба для нашей украинской православной церкви. Это, собственно, о чем мы и говорим, вот обращались, обращалось наше паство к депутатам, чтобы одна из улиц города была названа честь героя Украины, блаженнейшего митрополита Владимира. Добрый день, Александр, IP-news. У меня такой вопрос, чем вызвана такая острая целесообразность канонизации Кавнышевского? Связано ли это как-то с сегодняшними взаимоотношениями России и Украины, и как в дальнейшем повлияет канонизация на отношения Украины и России? Спасибо. Во-первых, никакой острой необходимости в этом нет, но это естественная жизнь церкви. Мы готовили, материалы эти мы собирали почти пять лет, фактически, сколько я пребываю в Запорожье, мы этим занимались. Делали все этапы, которые необходимы, и сегодня это, так скажем, неважно, какие условия, церковь не живет политическими условиями, да, она переживает со своим народом, все то, что происходит в обществе. Вот. Как повлияет на отношения между Россией и Украиной? Мы должны говорить четко. Есть отношения между правительствами, руководством страны, и есть отношения между людьми. Для людей, простых людей, Петр Иванович Кавнышевский – это пример именно любви к своим ближним и то, что нас объединяет. И вот Петр Иванович как раз и свидетельствует о том, что он, да, пострадал совершенно, служил на одной земле, отдал всю свою жизнь одной земле, но понес подвиги в вере, именно утверждает нас в вере на другой земле. А для простого человека это пример для подражания, твердости именно в вере. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим Владыку за интересную информацию, за интересные ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok